Всем привет, ребят! Сегодня 4 марта. Хочу отметить, ночь у нас прошла без взрыва. Слава Богу, были только слышны сирены. Хочу поблагодарить всех наших новых подписчиков на нашем канале. Также тех людей, которые с миром и добром у нас. Ну и вообще, ребят, пожелать всем мирного неба над головой. Мира и добра. Это, я думаю, сейчас самое главное. Сегодня, ребят, Света собирается с Тимом выйти прогуляться. У меня много работы, поэтому эфир будет вести сегодня она. Так что, будьте на нашем канале, не переключайтесь. Она поделится одной очень интересной историей, о которой с ней поделились. Всем привет, ребят! Мы сегодня с Тимочкой опять гуляем вдвоем, потому что папа наш занят немного. Поэтому мы ушли на прогулочку уже. Вроде бы, погодка неплохая. Прикольная даже такое ветерка даже нет. Еле-еле ветер. Вообще, отличная погода погулять. А у меня состояния сегодня, конечно, никакое. Я что-то проснулась невыспанная. Ава как-то болит. Не выспалась капец сегодня. Сегодня вам хочу рассказать очень одну интересную историю. Вчера гуляла в парке с Тимочкой и встретила своего знакомого волонтера. Раньше мы с ним вместе работали. Он и сейчас работает, я в декрете. но он помимо того, что работает, он еще и волонтерит. Ну вот, что-то мы с ним заговорились. Ну, как бы, как дела, ля-ля-ля. Он у меня такой спрашивает. Света, а вы не думали куда-то уезжать с ребенком? Там, может, вы куда-то хотели бы переехать? Вы об этом не задумывались? Ну, я тут подумала, говорит, а нет, даже об этом пока не думали. Как бы это не не пропекло, и об этом никто даже не задумывался. Ну, как бы, уезжать без мужа не хочется совсем, говорим. Это то, у меня есть, говорит, одна, говорит, история, ну, как бы, это не история, я же езжу эвакуирую людей. И в одном из сел Купинского района, в этом селе, они поехали эвакуировать людей, ну, как бы, ну, помочь же надо людям. Постоянные взрывы, слышно все. У этой семьи, за которой он рассказал, она есть семья, которая категорически отказывается уезжать. А, говорит, у этой семьи двое детей. Один маленький 7 месяцев, ну, и вторая девочка тоже. Маленькая, ну, только 5, 5 лет ей. Мы их уговариваем уехать, а они все ни в какое. Мы не можем бросить свой дом, тут мы родились, тут мы хотим жить, мы не хотим никуда уезжать. Они им объясняют, что, вы же поймите, постоянные взрывы, постоянно шумно, это есть опасность. У вас маленькие дети, вы должны задуматься об этом. Задумайтесь о том, вы не о себе подумаете, подумайте о детях, какая будет у них психика. Ну, как бы, они шумны, но я не понимаю вообще этого. Если вам не жалко себя, так хотя бы пожалейте детей, ну, ради них выехать. Нет, они ни в какую, совсем ни в какую, не хотят, говорит, категорически отказываются от эвакуации. Сказали, все, мы никуда не поедем, вы нас не уговорите, мы будем жить тут, в своем доме. короче, я таких людей, честно, не понимаю. Ты не думаешь за себя, ты подумаешь за своих детей. После последних событий, что в Одессе были, для меня это страшно, ну, это ж дети, это ж, мне все детей жалко, ну, просто, это какой-то капец, ну, блин. Я таких людей не понимаю. Как вы думаете, вот, как им, как бы вы поступили на этом месте? Ну, волонтер этот говорит, я им сказала, вы еще подумайте, мы все равно тут будем ездить, эвакуировать людей, у вас есть время подумать. Сказали, мы подумаем, ну, мы свое решение менять не собираемся. Ну, вот такая вот история, жизненная история. И прям меня это поразило до глубины души, потому что, блин, у меня самой маленький ребенок. И, наверное, сейчас за детей переживаешь больше, чем за себя. Так что, надо думать не только о себе сейчас. Это такое мое мнение. Какое ваше мнение, пишите в комментариях, будет интересно почитать, как бы поступили вы, как вы думаете, нормально это или нет. Тимочка сидит в колясочке, рассматривает машинки, едет. Но что-то в последнее время его надолго в коляске не хватает. Немножко проедется, уже его выкручивает, хочет на ручки то ли бегать. Бегать еще не умеет, поэтому больше всего уже надоедает сидеть ему в коляске и хочет на ручки. Вон, как он ездит постоянно. Еще у нас сегодня будет эксперимент, мы всегда по магазинам ходим с папой. Папа стоит с коляской под магазином, ну, или я стою, а он идет в магазин, ну, особенно там мясной у нас, был там в подвале он. И, а сегодня будет эксперимент, как-то я должна сама с ним сходить в магазин туда, оставить колясочку и сходить. Вчера еще хочу рассказать историю, вчера, короче, пошла с ним в аптеку нужно было, я же рассказывала вчера, пошла с ним в аптеку, оставила коляску, взяла его на руки, была очередь и нужно было подождать. Короче, он как раз кричался в аптеке, начал выкручиваться, куда-то ему надо, кричит, хорошо, что хороший там нормальный мужчина стоял впереди нас, он нас пропустил, мы по-быстрому все купили, что нам надо было и пошли. Что-то вообще не посидючий в последнее время, не терплячий больше всего. Характер у него, конечно, такой себе, как у нас с папой, походу. Мы уже зашли в парк прогуляться, Тимочка тут тоже едет, идем так, что по дорожке стоят два мужчины, такие, а Тимочка, как всегда, пальчик, ручку опустил и пальчик стоил показывать, что там машинки едут, все такое. Стоит один мужчина и такой говорит, ой, какой ты маленький карандашик, можно тебя укусить за пальчик? Я такая говорю, нельзя, нежелательно это делать. Он такой потрогал его за пальчик, просто дотронул сюда пальчик, а этот Тимочка как начал улыбаться ему, думаю, понравился, походу, дядя. Да, Тимочка, хотели тебя за пальчик укусить? Сейчас прогуляемся немножко по парку, людей тут очень мало, и пойдем по магазинам и домой. Зашли мы на детскую площадку, немножко покачались на качельках, и не стала это снимать, потому что очень много детей, но все-таки они стоят. Он за всеми наблюдает, интересно ему кто что делает, как бегает, все, и самому уже хочется бегать, да, сыночка? Тимочка, Тимочка, не хочет идти, да, там хорошо возле деток, да, сынок? Расстроенный какой-то, без настроения, ты без настроения, что папа с нами не пошел гулять? Что-то без настроения сегодня какой-то. Мы с Тимом уже отставили колясочку, идем в магазин, сейчас купим мяско, и будем идти домой уже. Ну что, ребят, Света, мы уже с Тимом вернулись домой, ставьте лайк этому видео, если досмотрели его до конца, также пишите в комментариях, как вам вообще нравится ли, как Света ведет блог, вот, ну, не забудьте подписаться на наш канал, если смотрите нас первый раз. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра, всем мирного неба над головой, всем пока!